Добрый день, уважаемые коллеги! Очень приятно уже второй, третий год осенью участвовать в мероприятиях, которые проводит МИД с Петровой и делиться нашим опытом. И этот доклад подготовлен мной в соавторстве с Людмилой Александровной Дмитриевичкой, которая у нас в лаборатории является экспертом по наследственным опухолям. Итак, ретинобластома с точки зрения генетики опухоль совершенно примечательная по той простой причине, что является фактически модельным онкологическим заболеванием, где генетика была продемонстрирована очень и очень давно, и генетический вклад, мало того, что был продемонстрирован, был очень красиво и элегантно доказан и на сегодняшний день уже фактически является таким хрестоматийным случаем влияния генетических повреждений на патогенез локальчных опухолей. Вся история началась в 1971 году, когда Альфред Кнатсон, американский учёный, исследовал пациентов с ретинобластомой, в том числе с семейными формами ретинобластомы, и показал, что у пациентов, которые в детстве переболели ретинобластомой, также дети могут заболеть этой опухолью и доказал, что есть семейная, наследственная форма ретинобластомы, а есть спорадические. Только в 1986 году был идентифицирован, открыт ген ретинобластомы и, собственно говоря, тогда была окончательно сформулирована так называемая теория двойного удара Кнатсона, которая говорит о том, что в геноме присутствуют две аллельные копии гена, которые при развитии злокачественного наобразования могут повреждаться, и для того, чтобы реализовалось онкологическое заболевание, должны быть повреждены две аллельные копии этого гена. Таким образом, если речь идёт о спорадической опухоли, спорадической ретинобластоме, когда обе аллельные копии гена нормальны, то должно произойти два соматических события, происходит мутация с потерей функции одного аллеля, затем последовательно развивается вторая мутация или гилеция или нукреактивная замена второго аллеля, и тогда развивается спорадическая ретинобластома. В том случае, если речь идёт о наследственной опухоли, то все клетки организма уже имеют пресуществующую герминальную мутацию, о которых мы чуть позже поговорим. Достаточно быстро развивается второе событие, инактивирующая вторая аллель, и развивается наследственная, чаще всего, билатеральная ретинобластома. Собственно говоря, что такое ген РБ1 и для чего он нужен? Ген РБ1 – это один из ключевых регуляторов клеточного цикла, надо сказать, что негативных регуляторов. Он тормозит клеточный цикл и является классическим примером гена онкосупресса. Я напомню, что клеточный цикл – это движение клетки от одного методического деления к другому, и смысл этого биологического процесса заключается в том, чтобы в процессе методического деления были образованы две дочерние клетки, точные генетические копии материнской клетки. Это достигается за счет того, что в интерфазу, то есть когда клетка не делится, происходит период репликации ДНК или синтетический период, который фактически является пульминацией клеточного цикла. Во время репликации происходит удвоение ДНК, и дочерние клетки получают идентичные копии генетического аппарата. Так вот, белок РБ1, продукт ГНРБ1, он работает при переходе клеточного цикла из фазы предсинтетической интерфазы, когда клетка готовится к тому самому процессу репликации ДНК, собственно, к синтетическому периоду, когда этот процесс репликации ДНК и происходит. Как, я думаю, все знают, в каждой фазе клеточного цикла находятся чекпоинты или так называемые сверочные точки, когда клетка контролирует, насколько пригодны для ее существования и для ее размножения условия, с одной стороны, и с другой стороны, что наиболее важно с точки зрения патогенеза онкологических заболеваний, нет ли повреждения генетического аппарата, что в том числе происходит и в сверочной точке в предсинтетической фазе клеточного цикла. Собственно говоря, если мы сфокусируемся на этом процессе, мы заметим, что для перехода из предсинтетической интерфазы клеточного цикла в синтетический период необходимо, чтобы комплекс белка ретинобластома с транскрипционным фактором Е2Ф распался, а происходит это под воздействием комплекса из циклина D и циклинозависимой кеназы 4 или 6. Циклина и циклинозависимая кеназа – это факторы, которые абсолютно необходимы для движения клетки по клеточному циклу, без которых клетка делиться не будет. То есть это облигантные позитивные регуляторы клеточного цикла. В свою очередь, вот это взаимодействие циклина D и циклинозависимой кеназы 4 или 6 негативно регулируется классическим универсальным онкосупрессором, который называется P16 или по названию гена, который эвакуирует CDK2A. Собственно говоря, этот ген, этот белок этого гена является сенсором тех самых генетических повреждений, которые могут произойти в клетке, и тем самым клеточный цикл останавливается за счет того, что разобщается взаимодействие циклина D и циклинозависимой кеназы 4 или 6, сохраняется комплекс белка ретинобластомы и транскрипционного фактора Е2, и клетка останавливается в предсинтетической интерфазе клеточного цикла до тех пор, пока либо условия существования этой клетки не станут благоприятными, либо клетка не репорирует те повреждения ДНК, которые накопились, и которые не могут быть реплицированы с той целью, чтобы эти генетические повреждения не были переданы дочерним клеткам. В том случае, если все-таки циклин D образует комплекс с циклинозависимой кеназой 6, разобщается взаимодействие ретинобластомы и Е2F транскрипционного фактора, и транскрипционный фактор отправляется в ядро, где связывается с промоторными регионами генов, которые необходимы в том числе для репликации ДНК, но в первую очередь с генами, которые кодируют циклин Е и циклинозависимую кеназу 2. И вот это абсолютное условие продвижения клеточного цикла в синтетический период. В данном случае белок РБ1 находится в фосфорилированном состоянии, и он неактивен в данном случае, в отличие от большинства внутриклеточных белков, которые в фосфорилированном состоянии, наоборот, активны. Собственно говоря, как в спорадической ретинобластоме, так и в наследственной ретинобластоме ген РБ1 подвергается различным повреждениям, которые носят название генетических вариантов. Раньше мы пользовались в большей степени термином мутация. Сейчас от этого термины генетики отходят, потому что генетические варианты, они могут иметь патогенное влияние, и тогда они будут мутациями. А в том числе они патогенного влияния могут не иметь, и тогда они будут доброкачественными генетическими вариантами. Таким образом, на слайде представлены различные генетические варианты, которые встречаются в гене РБ1, и они классифицированы как патогенные, потенциально патогенные, варианты с неясным клиническим значением, доброкачественные и потенциально доброкачественные. По механизму образования этих генетических вариантов, это синонимичные нуклеативные замены, прошу прощения, несинонимичные мистенс мутации, мутации с преждевременным образованием стоп-кодона или нонсенс мутации, мутации со сдвигом в рамке считывания, потеря сайта сплайсинга и так далее. Об этом чуть позже мы более подробно поговорим. На нижней части слайда приведена фрагмент кодирующей последовательности гена РБ1, кодирующие участки экзоны обозначены более толстыми штрихами, и цель демонстрации этой картинки заключается в том, что патогенные генетические варианты, они отмечены высокими красными столбцами, они располагаются равномерно по всей кодирующей последовательности гена. Поэтому при генетической диагностике ретинобластомы необходимо анализировать всю кодирующую последовательность гена РБ1, а не фокусироваться на отдельных, так называемых, горячих точках, которых для гена РБ1 не существует, или не ограничивая секвенирование модельных экзонов. Собственно говоря, это диктует необходимость проведения использования высокопроизводительных технологий, в частности, высокопроизводительного секвенирования для выявления мутаций, которые затрагивают ген РБ1. Теперь, собственно говоря, о тех мутациях, которые происходят в гене РБ1, и чуть-чуть такой небольшой экскурс в школьной биологии. Как все помнят, генетическая информация закодирована в полинуклеотидной цепочке ДНК, и каждые три нуклеотида или триплет, он же КОДО, кодируют определенную аминокислоту. И система перевода последовательности нуклеотидов в последовательность белка называется генетический код. Собственно говоря, если происходит нуклеотидная замена, пока мы не будем говорить слово мутация, происходит нуклеотидная замена, это может привести или не привести к изменению аминокислотной последовательности белка. Так, например, если в третьем из приведенных кодонов в последней позиции нуклеотид с созидательным основанием ТИМИН был заменен на нуклеотид с созидательным основанием ЦИТО-1, это приводит к тому, что синтезируется абсолютно нормальный белок. Это называется синонимичная замена. Она происходит по причине того, что генетический код является множественным, и в подавляющем большинстве случаев одна и та же аминокислота может кодироваться различными кодонами или различными триплетами. И опять же, в большинстве случаев синонимичные замены являются доброкачественными. Так вот, в гене РБ1 90% синонимичных замен они являются абсолютно доброкачественными. То есть на патогенез опухоли они никак не бывают. Чего не скажешь о нуклеотидных заменах, даже синонимичных, которые происходят в сайте сплайсинга ДНК. Что такое сайт сплайсинга? Как вы помните, ген содержит кодирующие и некодирующие участки. Кодирующие называются экзоны, они содержат информацию о структуре белка, вставки между ними не кодируют никакой информации и называются интронами. Так вот, когда происходит реализация наследственной информации и на матрице ДНК синтезируется матричная РНК, сначала образуется незрелая матричная РНК, которая содержит в себе и экзоны, и интронные последовательности. В последующем незрелая матричная РНК созревает, из нее вырезаются интронные последовательности за счет сплайсинга сшиваются экзоны, и таким образом зрелая матричная РНК из еда отправляется в цитоплазму, где на римбосомах синтезируется белок. Так вот, сайты сплайсинга – это определенные высококонсервативные последовательности ДНК, вот они здесь представлены на слайде, начиная от червей и заканчивая человеком, они высококонсервативны, и именно за счет вот этих вот последовательностей ферменты узнают те регионы, которые должны быть вырезаны, и те регионы, которые должны быть сшиты, соответственно, экзоны и интрон. Так вот, если происходит нуклеотидная замена в области либо донорного, либо акцепторного сайта сплайсинга, это приведет к тому, что сборка МРНК, присоединение дальнейших кодирующих экзонов не произойдет, и, соответственно, белок будет укороченный. Даже в том случае, если формально эта замена не приведет к замене аминокислоты на уровне белка. Мутации в сайтах сплайсинга в 70% являются патогенными в гене РБНК. Вернемся к нашему генетическому коду и к нуклеотидным заменам. Тот же самый третий кодон, та же самая последняя позиция нуклеотида в этом третьем кодоне, только у нас произошла замена на нуклеотид с разводительным основанием аденина. Это привело к замене аминокислоты гистегина на аминкостоглутанин. Эта мутация называется нестинная и меньшая замена или нонсенс-мутация. Для отдельных заболеваний, для отдельных генов такие замены имеют патогенетическое значение, чего не скажешь о гене РБ1, где более 80% мисенс-мутаций или несинонимичных замен являются мутациями с неясным клиническим значением. Это определяется тем, что ген РБ1, являясь классическим онкосупрессором, работает как... Его повреждают мутации с классическим механизмом потери функции или loss of function. Поскольку нисенс-мутации не сопровождаются грубым нарушением структуры белка и не сопровождаются грубым выключением его функции, то большинство таких мутаций являются мутациями с неясным клиническим значением. Следующий вариант нуклеотидной замены — это замена кодона, который кодирует аминокислоту, например, в нашем примере, аминокислоту триктофан, на один из трёх кодонов, которые определяют терминацию синтеза белка, так называемый стоп-кодон. Этот вариант называется несинонимичная замена или нонсенс-мутация. В результате такой мутации образуется укороченный белок, который не способен выполнять специфические функции, и образование нонсенс-мутации является высоко специфичным для вена РБ1, где более 95% нонсенс-мутации являются патогеными. Это что касается нуклеотидных замен. Инсерции или вставки нуклеотидов и деленции также могут иметь патогенетическое значение при выключении функции РБ1. В частности, инсерции, небольшие вставки нуклеотидов имеют патогенетическое значение, которое зависит от того, какое количество нуклеотидов было добавлено в кодирующую представительность ген. Если инсерция происходит в количестве нуклеотидов кратно трём, то есть кратно одному или нескольким кодонам, это приводит к добавлению одной или нескольких аминных исход в кодирующую последовательность белка. Этот вариант называется инсерция без двига рамки считывания и при ретинобластоме такие мутации, скорее всего, не будут иметь патогенетического значения и будут мутациями с неясным клиническим значением, генетическими вариантами с неясным клиническим значением. Чего не скажешь об инсерции нуклеотидов не кратно количеству трёх, например, одного, двух и так далее. Добавление такой последовательности в один или несколько нуклеотидов не кратно трём приводит к сдвигу рамки считывания. Поскольку генетический код не имеет никаких знаков при пинании, то триплеты после добавления нуклеотидов будут совершенно другие, и, соответственно, после данной вставки будет происходить синтез совершенно нетипичного белка, которого в природе не существует, соответственно, функцию свою он выполнять не может, и данная мутация и инсерция со сдвигом рамки считывания будет иметь патогенетическое значение. То же самое и с дилецией, с удалением одного или нескольких нуклеотидов. Если происходит удаление триплета или нескольких триплетов, это называется дилеция без сдвига рамки считывания, которая при ретинобластоме будет, скорее всего, мутацией с неясным клиническим значением. А вот если происходит удаление нуклеотидов не кратно трём, также произойдёт сдвиг рамки считывания белка, и такая мутация будет высоко патогенна. Дилеции и инсерции со сдвигом рамки считывания являются патогенами в 80% случаев таких вариантов в гене ретинобластоме. Кроме генетических вариантов, которые происходят на уровне кодирующей последовательности гена РБ1, могут встречаться крупные структуры аномалий, в частности, крупные дилеции региона 13-14, где картирован ген РБ1. И на данном слайде представлены примеры выявления таких крупных аберраций, в частности, выявлена крупная дилеция нескольких генов, включая ген РБ1, методом сравнительно геномной гибридизации или методом флоресцентной гибридизации. Теперь о природе. Генетических вариантов патогенных мутаций в гене РБ1. Как и любые генетические варианты, они подразделяются на соматические и герминальные. Соматические генетические варианты встречаются в соматических клетках, вне половых. Чаще всего они, именно эти клетки, которые приобретают соматическую мутацию в анкогене или гене-супрессоре опухолевого роста, являются теми самыми клеткими предшественницами злокачественной опухоли. Если речь идет о герминальной мутации, то такая мутация либо была унаследована от кого-то из родителей, либо возникла на этапе оплодотворенной яйцеклетки, то есть возникла ДНОВА. И в таком случае у пациента, который приобрел данную герминальную мутацию, все клетки организма будут иметь данный генетический вариант. То, о чем мы говорили в начале доклада, когда Кнацин как раз работал с наследственными опухолями, с наследственными экинобластовыми, которые как раз характеризовались наличием герминального повреждения гена Эрбагин. Поскольку ген Эрбагин, как мы уже говорили, локализуется на длинном ключе 13-й хромосомы, соответственно, на аутосоме, он подвергается менделирующему наследованию по аутосомно-доминантному типу. Герминальные мутации характерны для 40% всех случаев ретинобластомы и большая часть этих случаев не сопровождается семейной историей. То есть дети с ретинобластомой далеко не всегда появляются у родителей, которые в детстве перенесли ретинобластомой. Объясняется это неполной пенетрантностью данного генетического синдрома. Наследственная ретинобластома является классическим примером наследственного опухолевого синдрома или синдрома предрасположенности к злокачественным опухолям и, соответственно, закодирована в базе синдромов, который называется каталог менделирующего наследования у человека. Собственно, как я и говорил, насколько подчиняется классическому менделирующему наследованию. Унилатеральная ретинобластома встречается в 60-70% случаев и билатеральная или трилатеральная в 25-40% случаев. Я здесь сознательно использую слова унилатеральная и трилатеральная неспорадическая и наследственная по той причине, что даже в случаях унилатеральной ретинобластомы от 13 до 15% случаев имеют герминальные мутации в гене РБ1, то есть являются пациентами с синдромом наследственной ретинобластомы. Важно, что даже при унилатеральной ретинобластоме, то есть не все унилатеральные ретинобластомы являются Поэтому тестирование на наличие герминальных мутаций в гене РБ1 показано как при унилатеральных ретинобластомах, так и при биллатеральных ретинобластомах. Чаще всего рациональный тестирование начинается с соматического секвенирования, то есть исследования ткани опухоли, поскольку в небольшом проценте случаев, но тем не менее описан, соматический мозаицизм, то есть наличие подгенного варианта мутации в гене ретинобластома, который предсуществует, но не является герминальным. Теперь то, что очень любят студенты на лекциях по различной онкогенетике, что такое трилатеральная ретинобластома, когда мы рассказываем о том, что на самом деле и такое возможно, поскольку пениобластома в контексте синдрома наследственной ретинобластома, как раз сочетание биллатеральной ретинобластомы и трилатера, и пениобластома является тем примером трилатеральной ретинобластома, поскольку чашкиридная железа гистогенетически является ничем иным, как третьим глазом, который работает, например, у амфибий и у рептилий, является термочувствительным органом. Поскольку гистогенетически он происходит из тех же клеток, которые формируют сетчатку глаза, герминальные дефекты в гене РВ1 могут приводить к развитию опухоли, в том числе и в шишковидной железе. И, опять же, пример, который наблюдал еще 15, спорадические ретинобластомы, они манифестируют позже, чем герминальные. Медиану манифестации спорадических ретинобластомов 24 месяца, медиану возраста манифестации биллатеральных или наследственных форм ретинобластомов 15 месяцев. Кроме синдрома наследственной ретинобластомы описан другой генетический синдром, который имеет совершенно другой код в амин, но также затрагивает ген РВ1. Это синдром делеции длинного ключа 13-й хромосомы. При этом повреждается не только ген РВ1, но и гены, которые локализуются в данной области. Вот картинка, которую мы уже с вами видели. Крупные делеции, затрагивающие длинное ключо 13-й хромосомы, в том числе ген РВ1. Для данных пациентов характерен синдромальный фенотип, что отличает данный синдром от наследственной ретинобластомы, где грубые синдромальные фенотипические проявления не характерны. В частности, для синдрома делеции 13-ку характерны умственные отсталости различной степени выраженности, задержки речевого развития, дизморфизмы, в частности, долихоцефалия, фоциальные аномалии, аномалии ушной раковины, эпикант и так далее. Кроме того, поскольку в данную делецию вовлекается ген РВ1, дети с синдромом длинного пища 13-й хромосомы, так же, как и дети с синдромом наследственной ретинобластомы, имеют высокий риск развития как ретинобластомы, так и других опухолей спектра ретинобластомы, ассоциированных с мутациями в гене РВ1. И теперь, собственно говоря, об этих опухолях. Они могут развиваться как при спорадической, так и при наследственной ретинобластоме, но на порядок выше частота развития вторичных опухолей при синдроме наследственной ретинобластомы. Вопрос, почему вторичные опухоли, ассоциированные с РВ1, развиваются при спорадической ретинобластоме, остается открытым. И здесь, вероятно, имеет вклад тот самый соматический мозаицизм, то есть все-таки предсуществующее повреждение гена РВ1. Либо же это риски, связанные с терапией, в частности, с лучевой терапией, которая наиболее значимо себя проявляет, тем не менее, ожидаемо при синдроме наследственной ретинобластомы. Говоря о вторых опухолях, которые могут развиваться у пациентов с наследственной ретинобластомой, на первое место, конечно, выходит остеогенная саркома и саркомы мягких тканей, которые развиваются примерно в 50% случаев спустя 10-20 лет после манифестации ретинобластомы. В целом считается, что наличие синдрома наследственной ретинобластомы, то есть гераминального повреждения гена РВ1, увеличивает риск развития остеогенной саркомы в 69 раз. А в том случае, если для лечения ретинобластомы применялась лучевая терапия, то в зоне облучения, в зоне воздействия ионизирующего излучения, риск развития остеогенной саркомы возрастает в 400 раз. Собственно говоря, поэтому у пациентов с наследственной ретинобластомой наиболее частая локализация остеогенной саркомы — это кости лицевого скелета. Хотя это не является исключительным сайтом развития остеогенной саркомы. В частности, остеогенные саркомы могут возникать и в костях нижних конечностей, вторая по частоте локализация остеогенных сарком при синдроме наследственной ретинобластомы, так и в других костях. Строго говоря, в силу неполной пенетрантности РБ1 и синдрома наследственной ретинобластомы, некоторые пациенты могут проскакивать, так скажем, в раннем возрасте развитие ретинобластомы и манифестировать остеогенной саркомой в подростковом возрасте или когда они становятся молодыми и взрослыми. Интересно, что таких исследований прицельно, которые бы описывали бы случаи манифестации синдрома наследственной ретинобластомы остеогенной саркомой или мягкоткальной саркомой, их мало или практически нет. Почему? Потому что в том случае, если ребенок, имея герминальное повреждение РБ1, не развивает ретинобластомы, то остеогенная саркома и мягкоткальная саркома развиваются примерно в те же самые сроки, когда развивается спораническая остеогенная саркома, то есть в подростковом возрасте. Соответственно, эти пациенты не подлежат, не проходят генетическое тестирование и, соответственно, практически все случаи остеогенных сарком, которые развиваются в этих условиях, они попадают в пул спорадических остеогенных сарком, хотя они являются опухолями спектра РБ1-ассоциированных опухолей и ассоциированы с синдромом наследственной ретинобластомы. У взрослых пациентов с носительством патогенных вариантов в гене РБ1 достоверно чаще выявляются такие опухоли, как меланома, рак легких, различные варианты лимфом и так далее. И в заключении доклада я хотел бы привести протокол наблюдения пациентов с верифицированным диагнозом наследственной ретинобластомы. Собственно, протокол наблюдения тех пациентов, у которых выявлены патогенные генетические варианты, герминальные патогенные генетические варианты в гене РБ1. И направлены они на три направления. Первое, наиболее важное у детей раннего возраста, это выявление внутриглазной ретинобластомы. Здесь на первое место выходит офтальмологическое обследование, которое в раннем возрасте рекомендовано проводить достаточно часто, каждые 2-4 недели. Кратность офтальмологического обследования может быть уменьшена с возрастом. И считается, что риск развития ретинобластомы в контексте данного синдрома после 7 лет падает существенно. И в таком случае офтальмологические обследования могут проводиться с кратностью 1 раз в 2 года после 7 лет. Следующее направление – это выявление трилатеральной ретинобластомы, то есть выявление пинеобластомы в сочетании с ретинобластомой. В данном случае рекомендовано проводить магнитно-разнавственную томографию головного мозга каждые 6 месяцев до достижения ребёнка возраста 5 лет. И третье направление – это наблюдение с целью выявления вторичных опухолей или, как мы говорили на предыдущем слайде, вторых первичных опухолей или даже первичных опухолей, если синдрома следственной ретинобластомы манифестирует остеогенной саркомой или микрокаркадной саркомой. Значит, международный протокол наблюдения рекомендует общую фразу информирования относительно факторов риска и внимания педиатра к любым изменениям состояния здоровья. Дерматологический осмотр ежегодно после 18 лет с целью раннего выявления меланома, которая также может развиваться в контексте данного синдрома. И рассматриваются варианты ежегодного проведения МРТ всего тела в ускоренном режиме после достижения ребёнка возраста 8 лет, как раз с целью выявления костных и мягкотканных сарком, когда риск возникновения этих опухолей возрастает, и ребёнок уже не требует седации для проведения магнитно-резонансной томографии. На этом я хотел бы свой доклад закончить и с удовольствием отвечу на возникший вопрос.